Доброго трямса колонисты! С вами Грини и мы продолжаем с вами играть в ОНИ, в незадыхайку. В прошлой серии я хотел сделать новый туалет, новый душ, но в результате ни хрена нового не сделал. Впрочем, и старого тоже, кстати, ни хрена не сделал, да вообще ничего не сделал. Будем надеяться, что в этой серии у нас получится с вами несколько лучше. Продолжаем мы выкапывать вот здесь вот помещение под очистное сооружение. Ну, точнее, я продолжаю намечать что-то, а копать они ни хрена не копают, вот, потому что, блин, они обнаглели совсем в конец. Теперь у тебя еще и прерванный сон, потому что ты не мог поссать днем, да? Молодец, Деван, красавчик просто. Так, что у нас с кислородом? В основном кислород есть, но как-то не очень в основном. Так, давайте мы вот здесь вот еще сделаем тоже такой вот проход для воздуха, может быть тогда отсюда кислород будет вниз опускаться, и это будет то, что нам нужно. Тут мы сразу на девяточку ставим стенку, и вот так вот ее сразу намечаем заранее. Так, ребята, вы куда? А, вы убежали заниматься электричеством. Ну, тоже нормально, смотрите, наконец-то мы выходим в плюс в нормальный, то есть за ночь аккумуляторы не просаживаются полностью, и, соответственно, нашим ребятам не надо будет столько времени впахивать на генераторе. Здесь мы тоже продолжаем все откапывать. Ставим здесь, естественно, приоритет девяточку. Все на девяточку, в противном случае они ни хрена не работают. И зарядка у нас почти на стоп... Ну, так, на сколько? Нет, на три четверти пока заряжена. Тоже, в принципе, неплохо. Рубильник я вот здесь забыл поставить, на то, чтобы отключать этот долбанный насос, потому что мне кажется, что вот здесь вот воды больше, чем сюда поместится. И это будет тогда беда. О, кстати, вот здесь я забыл. Да, здесь я забыл. Так, тут мы с вами сразу ставим стеночку. Надо будет потом еще... Ну, ладно, автоматическую дверь мы с вами поставим чуть-чуть попозже. Сейчас давайте очистную сразу сделаем. Вообще, неплохо было бы тут еще сделать... Я не знаю, да, нам пока... Так, что это такое? Каркасный блок стен или... Так, это все не то. Подождите, а как называется и где находится тот блок, который температуру не пропускает? Ладно, потом посмотрим. Мы его еще пока не исследовали банально. Давайте, ребят, доделываем все по-быстрому. Кстати, здесь приоритеты. Здесь тоже пятерки. Ну, что такое-то, ребята? Ну, надо работать быстрее. Работать в темпе. В темпе вальса. Отлично. Само помещение готово. Теперь нам надо сделать сюда очистное сооружение. Вот водоочиститель. Так, блин, тоже потребляет... Хе-хе-хе-хе. Ну, вы поняли. Электричество. Трубы. Грязная вода у нас. Где-то... Так, ладно, с этим мы сейчас разберемся. Чистая вода будет выходить вот оттуда. Отсюда у нас выходит чистая вода. И можно ее, в принципе, сразу же связать вот с этой трубой. Я надеюсь, что будет нормально. А может и не будет. Сейчас поглядим. Нет, наверное... Слушайте, нет, наверное, это плохая идея. Давайте-ка мы вот это дело все-таки отменим. И водичку мы отдельно пустим. Потому что если очистная у нас будет... Ну, вот здесь вот будет стоять в очереди вода, то, соответственно, и грязная вода не будет сюда поступать. А значит, не будут работать ни туалеты. Короче говоря, ничего не будет работать. Так, вот так вот мы сейчас с вами сделаем. Нет, давайте мы сейчас... Вот это мы сейчас отменяем. Сюда мы ставим водосток еще один. Вот так. Вот здесь вот мы соединяем все это дело трубами. И ставим здесь приоритет на девятку. А, ну, естественно... А, ну да. Для начала вот так вот делаем. Давайте, ребята, работаем. Быстренько-быстренько. Вот, красавчики. Так, и теперь вот здесь вот мы с вами снос... Нам надо водопровод вот здесь вот снести. Вы поняли, да, что я хочу сделать? Я надеюсь. И вот так вот. Вот это у нас с вами будет. Кстати, здесь тоже надо будет насос ставить. Ребята, а вы чем там все заняты? Вот 14 процентов! Черт! Срочно к тайским массажисткам, Деван! Бегом! Бегом к тайским массажисткам! Они тебе все поправят. Надеюсь. А вот водички-то стало как-то многовато здесь определенным. Я думаю, что придется ставить рубильник. Где он у нас находится? Он находится у нас в энергии. Вот он у нас, рубильничек. И поставим мы его вот сюда. Здесь, значит, снос провода. Вот так вот мы здесь снесем сейчас. И пустим через рубильник вот так вот, П-образным. Рубильник готов. И надо теперь провод новый пустить. Вот так вот. Вот так и вот так. Блин, опять приоритет забыл поставить. Ну, это для меня нормально. Фиг ли? Я же гринни. И это нормально. Так, ну вот здесь вот тоже на девятки надо будет поставить. Чтоб все это наконец-то сделали. Так, пока качаем дальше. И очистная у нас с вами готова. Но опять-таки к ней надо еще подвести провода. Я что-то о них вообще забыл. Вот так вот. И надо сделать, собственно, сам туалет. Туалет, душ и все остальное. Кстати, сюда надо было, наверное, уже тоже кислород пускать. Но для начала, для начала давайте здесь поставим еще одну дверь. Так, естественно, на девяточку. Вот так. Здесь автошлюз. И провода, подключение энергии, то же самое. Только опять-таки на девяточку. А вот этот мы сейчас уберем. Это плохая идея вот здесь вот падать. Совсем плохая идея. Сейчас же задохнешься. Так, вот. Правильно. Правильно поняла. Так, давайте вот это мы теперь разбираем. Ребята, разбираем. А, бру, стоп, отставить. Снос, все. Вот так. Что у нас по кислороду, ребят? Ну, так, средненько. По кислороду средненько, при этом водоросли у нас 1200 осталось. Так, сюда кислород пошел. Отлично. Очистная готова, но провода, во-первых, не готовы. Вообще ни черта не готова в остальном. Так, давайте девяточки. А, стоп. Вот здесь только не девяточки. Ну, хотя здесь вычистной, да, вычистной надо восьмерочку вставить где-то. Не девяточку, конечно, но восьмерочку, чтобы сюда песок поставляли вовремя. Так, очистная готова. Давайте теперь делать, наверное, туалет. Правда, он как-то у нас в стороне будет от колонии. Наверное, это не очень хорошо. Фиг его знает. Ну, в стороне от центра колонии. Бегать далековато, могут обоссаться успеть. Но, тем не менее, ладно. Фиг с ним. Фиг с вами, золотые рыбки. Так, давайте здесь вот туалет будет у нас. А, блин. Опять-таки надо к нему подводку воды делать. Насос надо здесь вставить. Ой-ой-ой. Так, туалет, душ и подводка воды у нас будет поверху. У нас она пойдет как-то, наверное, вот так вот пойдет подводка воды. Чьерд побери. А как тут-то нам быть? Вот так вот пускать трубу. Ну, давайте попробуем так для начала. Стоп, ребята. Нет, так не покатит. Так точно не покатит, потому что у нас здесь грязная вода есть еще. К сожалению, значит, чистая вода пойдет вот таким вот образом. Вот так. Вот так. Вот так. А грязная, соответственно, понизу пойдет на переработку сюда. Как это все сложно и запутанно. Система просто, блин, ниппель. Нам бы определенно еще одного колониста. Но, опять-таки, надо... Давайте закончим с туалетами, со всей этой фигней. И потом будем заниматься еще одной комнатой. И, соответственно, еще одним колонистом. Здесь еще куча всего не сделано. Давайте, работаем, работаем, ребята. Негры работать, солнце еще, сука, высоко. Насос. Давайте поставим теперь насос где-то вот здесь вот внизу. К нему сделаем тоже подводочку воды. Вот так. Точнее, от него подводочка воды. От отводочка воды, точнее. И кабель к нему надо тоже подключить. Главное, чтобы не замкнуло, но его вроде как не замыкает. Пока без всяких рубильников. Я думаю, что и так как-нибудь справимся. Ребята, работаем побыстрее. А, вы спать ушли. Ну, молодцы. Красавчики. А Деван постоянно сыт поганец ночью и получает дебаф прерванный сон. Ну, отлично, блин. Фигли. Ему, естественно, хочется побыстрее попасть к своим тайским массажисткам. И поэтому он уже знает, что для этого надо делать. Так, навык увеличен. Строительство четвертого уровня у банки. Ну, отлично, воды в сортире нету, поэтому он ни хрена не работает. Вначале беда разочарования. И еще больше нам надо электричество. Нам надо будет сейчас просто колониста целиком и полностью на генератор. Вот, чтобы он больше вообще ничем не занимался. Ну, алло, ну, банки, ну что за дела-то? Так, отлично. Значит, вода пошла в сортиры, сейчас пойдет в душ. Как у нас тут карта водопровода? Да, вроде все готово. Как видите, у нас везде все есть. Во, банки сейчас хотя бы не будет чумазой. Да, но грязные руки все равно останутся. Надо будет сделать еще этот умывальник. Но для этого надо будет найти... Ну, не найти, мы уже нашли, в принципе, этот мыльный камень. Или как его, хлорный камень, или как-то так. Так, что у нас тут? Банки вообще... Подождите, секунду. Банки, как у тебя там дела? Вообще красавица. Нет у нее дебафов. Просто, просто супер все. Она помылась наконец-то. Кстати, а как у нас? Во, и здесь все заработало. И, как видите, вода пошла в обратную сторону. Все замечательно. Теперь нам надо сделать всего-навсего еще одну комнату. Вот где-то в этой части надо будет сделать сейчас нам комнатку. Ну да, надо вот это все разбирать. И здесь выкапывать. Так, давайте сразу на девяточку. Бэм-бэм-бэм. Вот как-то так, наверное. Вот так. Давайте только вот это мы пока уберем. Чтобы они здесь как приступочку ее использовали. И можно было выкопать все сразу. Под одного колониста пока сделаем комнату. Ну, сразу здесь наметим на девятку. Наметим здесь потолки сразу. Вот так вот потолки и стены. Так, что это такое? Еда разложилась? В смысле разложилась? Что это? Гнилой батончик? Ничего не понял. А как так-то? Температура... Не понял. Странно и подозрительно. Батончик температура 23 градуса. Не понял. Так он же включ... А, ребята, ну конечно же. У нас же электричество периодически отключается. И поэтому у нас холодильник... Ну, как бы это сказать-то? Не морозит. Так, интересно, а куда это говно теперь девать? И у нас водорослей очень мало осталось. Ладно, сейчас здесь разберемся с этой комнатой. Дальше будем заниматься водорослями. И возьмемся еще одного колониста. Наконец-то. Так, недостаточное производство кислорода. Да где оно недостаточное-то? Блин, все в кислороде. Все замечательно. Что вам не нравится-то в очередной раз? Вроде все отлично. Еда опять разложилась. Да что такое-то? Не морозит, что ли? Вообще не морозит. Так, температура 20... Так, мукоеда 19,9. А почему не остывает-то, ешкин-тоть-кот? Сейчас вроде все работает. Что-то они мне, короче, фигню какую-то несут. Непонятно. Ладно, заряжайте давайте аккумуляторы. Бля, зарядили аккумуляторы. Все спать ушли. Так, подождите. Кого-то здесь явно не хватает. Ничего не понимаю. Двоих не хватает. Ну, один вот. А где еще один? Твою маму, а? Ну, как так-то? Господи ты, боже мой, а? Господи, твою ж дивизию. Копай, дура. Грешная. Откуда ж вас берут-то таких дебилкинов? Ну, и, конечно же, она теперь не выспалась. Ну, вот, блин, сучка крашеная. Ядрить твою налево через коромысло три раза. Ну, как так-то? Вот, вот, ну, вот как так? Ужас какой-то. Просто, просто, блин, сука, ужас. Кто у нас там? Банхи, да? Ну, банхи, иди хотя бы тогда вот на стол там отдохни. Там тоже вроде отдых немножко идет. Вот. Ну, капец вообще. Просто капец. Отсюда мы тоже все убираем. Странно, прерванного сна. А, ну да, она же вообще не спала. Она там задыхалась тупо всю ночь. Красавица просто. Так, холодильник. Что у нас тут продолжает? 24. Да почему 24 градуса-то? Ядрить твою налево. Почему? Что происходит вообще? Алло, ты будешь остужать-то что-нибудь? Вроде работает постоянно. Что-то я не понимаю здесь, видимо. Температура 24 градуса. Я думал, что она должна замораживать. Странно. Ладно, будем надеяться, что так и должно быть. Так, а тут-то что? Тоже не достаешь, что ли? Ладно, давай мы тебе еще лесенку сделаем. На девятку. Вот это мы разбираем. Еда разложилась. Ну, ядрить. Ребят, я не понимаю вообще, что происходит. Как эту хрень заставить работать? Почему она не остывает-то? Почему она держит 24 градуса? А где выставить другую температуру-то? Что-то я не догоняю. Нафига тогда нужен холодильник, если он держит температуру 24 градуса? И если один фиг, в нем еда портится. Как заморозку тогда сделать так, чтобы она не портилась? Не, в принципе нам пофигу. У нас еды настолько много, что нам ее девать тупо некуда. Что такое, ребята? Ребята, здесь девятка стоит. Давайте идите закончить. Во, молодец, красавчик. Красавчик, наконец-то. Так, снос, снос, все. Давай вот это тоже сноси. И тут надо поставить новую кровать. Я не знаю, хватит нам... Блин, кровать из гранита. Это жесть на самом деле. 200 килограмм. Ну, нормально. Кровать из 200 килограммов гранита. Супер. Ну, с кроватью разобрались. Отлично. Ну, что, давайте посмотрим, кто у нас тут имеется. Нам нужны атлетики. Охрененные атлетики. Блин, деревенщина. Что такое деревенщина? Ожидание по декору минус 25. Так, ну, в принципе, очень даже неплохо. Но, правда, он тошнючка. Тошнючка. Ну, это фигня. Атлетика 4, конечно, не особо много. Но натренировать, я думаю, мы его сможем. Давайте напечатаем этого Казапаса. Посадим его. Так, работаем. Ну, комбат понятно. Давайте мы его на Кук тоже посадим. Вот этим ребятам снимем Кук. Здесь снимем. Вот тебе атлетику снимем. Ничего страшного. Ой, Нейлс. Нифига себе у тебя-то атлетика. И вот так вот Николя оставим здесь на пауэр. Как-то так, да? Пускай занимаются исключительно этим делом. Ну, и нам бы разгрести всякое говно вот это вот. И, кстати, да, насчет говна. Вот это дело можно уже теперь разобрать. Он нам больше не нужен здесь. И вовсю мы занимаемся очисткой помещений сейчас. Перетаскиваем все говно, которое здесь везде скопилось. А, говно говном. Это все замечательно, кстати. Давайте разберем вот это дело. Вот здесь-то что нам делать? Бум-бум-бум. Здесь вода, блин. Здесь прорвет, если что. Если что, здесь прорвет и будет совсем неприятно. Но нам надо копануть где-то водоросли еще. И побольше желательно. Побольше. Тик. Ладно, ребят, все равно придется нам вот сюда прокапываться, во-первых, для начала, да? Эх, я даже не знаю, как нам. Ну, давайте вот так вот сделаем. Вот здесь вот отменим. И тут поставим лестнику вот так вот до самого низа. Будем с этой стороны укрепляться. Укреплять помещение. А, и да-да-да, приоритеты там. Приоритеты на девятку вот здесь вот раскопки. Здесь тоже на девяточку. Вот так вот. И автошлюз тоже, естественно, на девяточку вот здесь вот. Наконец-то пойдем займемся делами. Кстати, аптечка, здесь можно сразу. Нам же здесь не надо строить четвертый... На уровне пяти клеток нам не надо здесь строить потолок. Он здесь уже есть. Поэтому можно все на выкапывание поставить. Тик, навык увеличен. У кого? У Николы механика первая. Отлично. Кстати, получается, что все-таки здесь механика используется на генераторе. Почему-то не атлетика, а больше механика используется. Отличненько. Значит, здесь мы копанули. Теперь давайте еще вот это тоже выкопаем на всякий пожарный. И надо будет отсюда все вот это дело перенести, убрать. Грязные руки вымотан. Ничего страшного. Ой, гадость какая торчит здесь. Опаньки, ребята. Вот теперь надо будет вот это дело выключать. Потому что воды здесь стало больше, чем нам нужно. Причем так существенно больше. Как только проснутся, пускай идут выключают нахрен. Все, отлично. Насос выключен. Все замечательно. Ну и, в принципе, меньше сейчас у нас будет расходоваться электричество. Причем так существенно меньше-то. На 120-120, да, ватт там. Так, здесь нам надо будет двойную стенку сделать сразу, чтобы ничего не прорвало нигде. Хотя, стоп, отставить. Давайте здесь мы убираем. Ну, лучше двойную стенку изнутри сделаем. А здесь выкопаем. И как раз уровень воды у нас немножко понизится. Потому что если мы здесь делаем, да потом еще где-нибудь здесь закопаем, ну его нафиг. Лучше давайте вот так вот поставим двойную стеночку. Так будет надежнее. Ну, и можно будет сразу же со спокойной душой вот здесь вот все выкопать. Здесь надо будет тоже поменять. Ладно, с этим мы сейчас разберемся. Так, и теперь нам надо вот здесь вот заменить тоже стеночки на двойные. Вот так вот сделать. И вот так вот сделать. Вместо водорослей как раз самое то. Заодно и водоросли добудем. И обезопасимся от прорыва. Вот тут еще двойную стенку обязательно. Потому что с другой стороны вот здесь мы будем выкапывать. И нам не надо, чтобы отсюда вода прорвалась туда. Главное, чтобы банки или кто-нибудь сейчас здесь не заснул под водой. А то у них там это нарколепсия долбаная. Все, отлично. Значит, а что у нас? 1500 у нас водорослей. Можно теперь еще вот здесь копануть. Вот так вот. С приоритетом в девяточку. И будет у нас с вами куча водорослей на халяву. Кстати, а здесь мы зачем от... Здесь я дверь открыл или я ее снес? Я ее, похоже, снес. Вот я кусок дебила. Ну ладно. Грини стайл, фигли. Здесь можно, кстати, еще один склад вполне сделать. Целое большущее помещение. Блин, кислородом, правда, заполнили за каким-то хреном его полностью. Прям даже обидно. Тек, по водорослям 2400. Опять все хорошо у нас стало. Склады здесь полностью заполнены. Да, я думаю, что где-то либо здесь надо делать еще, продолжать склады. Давайте мы вот здесь сначала все-таки сделаем. Выкапываем все вот это пространство. Кстати, здесь сразу на девятку мы ставим стенку двойную. Опять-таки не хочу, чтобы затопило. Уже имели печальный опыт. И в прошлом сезоне, и в этом сезоне. Поэтому как-то не хочется. И сделаем здесь еще склады. Правда, в этот раз сделаем не совсем так, как до этого. С промежутком. Потому что посередине я хочу поставить фильтрующий элемент. Вот сюда вот. Вот он у нас, освежитель воздуха. Потому что мне кажется, что здесь на складах хранится всякое говнецо, которое нам довольно-таки сильно портит воздух. Нафига это нам надо действительно? А склады готовы. Здесь везде у нас стандартные настройки. Все вместе. И пятый приоритет. Я надеюсь, что сейчас они все тут уберут. По-быстрому. Так, алло, давайте-ка по-быстрому убираемся. А то я боюсь, что сейчас у нас... О, все. Прорвет стену. Так, вот это тоже все убираем отсюда. Ну и теперь надо бы конкретно заняться очисткой колонии. Потому что у нас говна тут скопилось много. Надо все его вычистить. Процесс это не быстрый. Я думаю, что пройдет он у нас за кадром. Ну что, ребят, на этом мы с вами будем заканчивать. В этой серии я таки построил туалет душ. Очистное сделал. Здесь вот тоже облагородил немножко наш еще один запас воды. Небольшой. Да, расчистивающее помещение. Еще одного колониста мы с вами взяли. И комнату ему построили. Правда, пока не облагородили, не почистили ее. В общем, все говено. Но он деревенщина. Ему вообще насрать. У него как бы на декор минус 25 стояк. А вот, если выше, то все хорошо. А там, я думаю, что точно не минус 25. Хотя, черт его знает. А, нет, здесь минус 50. Нет, что-то я ошибся. Ну, ладно, я думаю, в следующей серии мы с этим говном как-нибудь разберемся. Если вам понравилась эта серия, то подписывайтесь на канал. Естественно, ставьте лайки. От вас не убудет. А моему каналу это очень и очень полезно. Дизлайки, кстати, тоже можете ставить. Они тоже полезны для канала. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok